Я не понимаю, как в 2024 году вот это можно продавать за 60 долларов? Такой перезапуск великой серии мы заслужили! А, блин, это я в опциях не туда тыкнул, тряска отменяется. Ну а вы на СтопГейм, меня зовут Дмитрий Корнов. Я оказался один в темноте и хочу вам об этом рассказать. Серии Alone in the Dark отчаянно не везло все последние 30 лет. Да, первая часть стала культовой и повлияла примерно на все хорроры. От Resident Evil до Silent Hill, но вот потом что-то пошло не так. После успеха оригинала издатель бросился клепать продолжение. Но вместо готического хоррора с привкусом Лавкрафта, зачем ты решил насыпать в сиквелы пиратов и ковбоев? Продажи поползли вниз и франшизу забросили на 7 лет. В 2001 вышла The New Nightmare, которую в народе окрестили клоном Resident Evil. В 2008 крайне спорный перезапуск. А в 2015 невероятно пососная иллюминейшн, у нас получившая заслуженный мусор. И вот в 2022 случился анонс еще одного переосмысления. На этот раз обещали уже полноценный ремейк самой первой части. С теми же главными героями и сеттингом 20-х годов 20-го века. Еще завлекали крутыми актерами на главных ролях, сценарием Микаэля Хэтберга, работавшего над Амнижа и Сома, отсылками к Лавкрафту и мрачным джазом на саундтреке. Для меня все это ощущалось в собранном бинго чуть ли не идеальной игры. Но это ощущалось, что получилось на релизе. Переосмыслить Alone in the Dark задачка трудная. Оригинал проходился за пару часов. Место действия ограничивалось одним особняком, а вся история подавалась через записки и дневники. Поэтому в ремейк из первой части была взята завязка, главные действующие лица и пару топонимов. А все остальное придумали заново. Практически всю экспозицию игра вываливает в начальной катсцене. К частному детективу Эдварду Карнби обращается Эмили Хартвуд, обеспокоенная судьбой своего дяди Джереми. Тот по определенным причинам попал в Дерсетто, лечебницу для душевнобольных. Только вот вместо поправки здоровья Джереми начал чувствовать себя еще хуже. А потом и вовсе прислал племяннице тревожное письмо, в котором утверждал, что Дерсетто заполнено фанатиками древнего культа. Поэтому Эмили нанимает Карнби, и вместе они отправляются в лечебницу, чтобы спасти Джереми. После заставки нам предлагается выбор. Как и в оригинале, игру можно пройти и за Карнби, и за Эмили. Только вот если 30 лет назад никакого значения выбор главного героя не играл, то здесь все несколько иначе, но об этом чуть позже. Для первого прохождения я выбрал Эдварда. И практически сразу игра меня подловила. Обычно я не смотрю трейлеры интересных мне игр, стараясь сохранить интригу. С Alone in the Dark случилось то же самое. Я отправился исследовать Дерсетто, ожидая получить что-то в духе первой Resident Evil, где мы долго и обстоятельно изучаем особняк и практически не встречаем NPC. И здесь поначалу все было примерно так же. Начинаем с подвала, игра учит нас основам геймплея, потихоньку мы осваиваемся и осознаем масштабы лечебницы. Как вдруг БАХ случается катсцена, и особняк оказывается заполнен людьми. Большой роли в происходящем они не играют, и вообще стараются не отсвечивать, прячусь где-то в закоулках Дерсетто, пока мы его исследуем. И больше всего меня мучил вопрос. Как разработчики справятся с задачей сделать интересной игру? Все действие, которое разворачивается в одном доме. Решение было найдено довольно изящное. Пытаясь найти дядю Эмили, мы обнаруживаем его дневник, и получаем возможность прыгать по воспоминаниям Джереми. И нет, это не спойлер, потому что происходит в первый же час игры. И вот в этих воспоминаниях авторы развернулись по полной. Опять же, не хочу спойлерить, но с разнообразием у игры проблем нет. Вот мы оказываемся во французском квартале Нова Орлеана, вот месим грязь в болотах Луизианы, очухиваемся посреди африканской пустыни, или продираемся сквозь снежный буран в Гренландии. То есть геймплей разделен на два слоя. Первым мы исследуем особняк, вступаем в редкие диалоги и решаем многочисленные загадки. А когда находим ключевой предмет, то прыгаем в воспоминания Джереми, где уже можно и пострелять. Боевая система здесь не то чтобы сильно выдающаяся, но прохождению не мешает. Огнестрел мощно бахает. Каждый выстрел отдаётся во всём теле. Разве что вот автомат получился ну очень такой себе. Но у нас здесь всё же survival horror, так что патроны будут в некотором дефиците. Поэтому в случае чего врагов можно раскидать и подручными штуками вроде топора, весла или церковного креста. Оружие ближнего боя довольно быстро ломается. Хорошо, если его прочности хватит чтобы развалить хотя бы одного монстра. Но всегда можно побегать по локации и подобрать новое. Или закидать монстров кирпичами и бутылками. Пару раз игра предлагает не триггерить врагов и проскользнуть по стелсу. Но эти эпизоды супер короткие и необязательные для выполнения. Так что если вы не любите ползать на карачках, то можете этого и не делать. А ещё, если враги вас зажали, не стесняйтесь пользоваться рывком. Игра почему-то забыла мне сказать что он тут есть. И узнал я об этом на десятом часу прохождения, случайно нажав на пробел. Самих видов монстров не очень много, но каждый старается удивить. Вот дефолтная пугака, вот побольше. А вот какие-то бултсквиды, которые перемещаются только в грязи и при атаке замедляют персонажа. Но самих сражений в игре не очень много, резидентом здесь и не пахнет. Зато пахнет Elon in the Dark загадками и решать вы их будете постоянно. К сожалению вариативность головоломок оставляет желать лучшего. Одних только разновидностей пятнашек я насчитал штук пять. Вот переставляем местами такие плитки, сякие плитки, а вот бумажки. Есть и совсем простенькие штуки, вроде найди в соседней комнате предохранитель и воткни его в коробку. Встречаются задачки и посложнее, но если вам это все вообще не интересно, всегда можно включить современный режим сложности, где решения написаны чуть ли не прямым текстом, разве что прессы X2Win не хватает. К примеру, вот здесь нам нужно выставить правильную комбинацию чисел на трех дисках. Так выглядит загадка в режиме старой школы. А вот так, в современном. Или вот задачка с подбором кода от сейфа. Без подсказок. С подсказками. Так что если любите пораскинуть мозгами, то советую поставить классический режим сложности, иначе челлендж совсем пропадет. Особняк Дерсета изначально довольно сильно ограничен для исследования, и чтобы его разведать, придется постараться. Одни двери закрыты ключами, другие заперты на щеколду, третьи подперты клином. Для открытия их всех придется побегать в поисках ключей и инструментов. Процесс облегчает удобная карта, на которой помечены все двери и головоломки. Причем игра отдельным значком отмечает, можете ли вы решить загадку в этот конкретный момент. А полностью исследованные комнаты закрашиваются зеленым. Угадывается наследие Resident Evil. И кстати, дружеский совет. Если хотите полностью зачистить все комнаты, не откладывайте это на потом. После ключевых сюжетных моментов, некоторые части особняка могут быть закрыты навсегда, и вернуться уже не получится. Не то чтобы это сильно мешало, но компляционистов все же предупреждают. Дополнительной мотивацией, помимо жажды открыть каждый кусочек лора, работают коллектаблсы. Всего их здесь 15 наборов по 3 предмета в каждом, но сбор большинства сетов награждает лишь абстрактной информацией, не особо относящейся к сюжету. Есть парочка и более полезных, но за одно прохождение собрать все 15 невозможно. Так что для получения ачивки придется пройти игру за обоих персонажей. И сделать это действительно стоит. Да, пускай геймплей и основной сюжет останутся прежними, но Эмили, в отличии от Карнби, не чужак в Дерсетту. Ее тут знают, и персонажи будут с ней разговаривать совсем не так, как с детективом. Ну то есть да, диалоги будут отличаться. А еще у каждого героя будет уникальный эпизод с воспоминаниями, каждый из которых проливает чуть больше света на происходящее. С техническим состоянием все в целом в порядке. Да, баги имеются, но ничего критичного. Я застрял в текстурах, пару раз не срабатывали триггеры, что лечилось загрузкой чекпоинта. И один раз игра вылетела, но все это обещают поправить патчем первого дня. Встречаются непереведенные куски текста, а еще почему-то в игре нет единообразия управления. Где-то перемещаться влево-вправо можно на стрелках, а где-то только на А и Д. Где-то предметы можно выбирать мышкой, а где-то нет. С оптимизацией все тоже неплохо. Редко случаются микрофрезы, но в остальном моя 3060 Ti спокойно вывезла игру на высоких настройках. И от того, как выглядит игра, я остался в восторге. Да, может это и не уровень каких-нибудь ААА от Sony, но то, сколько стараний вложили дизайнеры в декорации, заслуживает уважения. Дух эпохи ощущается в каждой комнате. И я то и дело останавливался, чтобы повнимательнее рассмотреть детали. Локации не ощущаются проходными. Та самая неуловимая атмосфера чувствуется в каждой локе, причем везде она своя. Заполненные туманом серые улочки, ядовитая гамма болота, или ночной ливень в Дер Сетто. Игру хочется пройти хотя бы ради аудиовизуального кайфа. А на то, что персонажи не отражаются в некоторых зеркалах, и нет анимации подбора предметов, как-то пофигу. В Делюкс издании есть и несколько графическо-ностальгических фильтров, и возможность включить 3D-модельки из оригинала. Ну, это скорее какой-то кек, чем что-то действительно полезное. Но еще круче, чем картинка, в игре получился звук. Детектив Карнби человек немаленький, поэтому звук его шагов сильно отличается от миниатюрной Эмили. А при беге у персонажа что-то звенит в одежде. То ли патроны, то ли ключи. То есть вы буквально ощущаете каждый шаг протагониста. Старый особняк живет своей жизнью, то и дело скрипя половицами и пугаясь странными шорохами. Локации на открытом воздухе насыщены эмбиентом и фоновыми шумами. Все это усиливает глубину погружения. Свою долю вносит и музыка, которую я бы описал как дарк джаз. Любители вот этой группы, название которой я не могу прочесть, останутся довольны. Не уйдут обиженными и поклонники Лавкрафта. Как один из них могу лишь восхититься мастерством разработчиков. То и дело заставлявших меня вспоминать цикл снов, в гробнице с фараонами и другие культовые рассказы писателя. Вот кому надо было делать новую колу в Ктулху. А еще не могу не похвалить авторов за сознательный отказ от популярных, но не всегда уместных механик. Страшно представить, но в Alone in the Dark нет прокачки и даже крафта. И жопа ни у кого не отвалилась. Игра от этого скорее даже выиграла, сосредоточившись на истории и исследовании. Как будто надо сказать про актеров, но говорить особо и нечего. Да, Дэвид Харбор и Джоди Коммер в игре присутствуют, но как будто им здесь нечего играть. Замени их на любых других подходящих по типажу артистов, и глобально ничего не поменяется. Разве что пропадет радость узнавания и знакомые лица на обложке. Думая какую поставить оценку, я долго колебался, то склоняясь к изюму, то возвращаясь к похвальнику. И дело тут даже не в багах. Их всегда можно поправить, да и не слишком они критичные. Смутила меня разве что пара странных сцен, в которых игра не особо дает понять, чего она от тебя хочет. В некоторых локациях не очевидный дизайн окружения. Удачи вам додуматься, что нужно делать на корабле. Да и сами загадки могли бы быть по разнообразней. Но это все шелуха, а вот когда я добрался до концовки, то сначала даже не поверил в происходящее. На финальных титрах единственной моей мыслью было «Чё, это вы сейчас серьезно?» Да у Стивена Кинга окончание лучше выходит. Давайте объясню. При прохождении я постоянно ловил намеки на второй слой сюжета, что как будто бы в истории игры все не так однозначно. Но в финал все эти намеки просто игнорируют, оставляя больше вопросов, чем дает ответов. И в голове у меня не сходятся. Плавные повествования, сюжетные крючки, двусмысленные фразы персонажей с одной стороны, а с другой в конце это все берется и просто выкидывается. Может я что-то упустил? Может второе прохождение даст больше ответов? Ну я и пошел на второй круг, начав уже за Эмили. И мои подозрения только усилились. Намеков стало еще больше. Что случилось с Кассандрой Боригар? Зачем в бесплатном прологе вот этот кадр? Почему некоторые персонажи говорят, что история должна была закончиться иначе? Что за воспоминания скрыты на чердаке? И почему я не могу его разблокировать даже за два прохождения? Как добраться до альтернативных концовок, всего которых в игре шесть штук? Зачем мысли главных героев фиксируются в блокноте? И почему они расходятся с реальностью? А еще обратите внимание, чей голос эти мысли озвучивает. Вопросы, вопросы. Ответов у меня пока нет, только догадки и предположения. Пускай пока я и не раскусил всю суть игры, но одно то, что ее история дает простор для интерпретации и мотивирует докопаться до истины, делает для меня Илон из-за Дарк изумительной. После релиза лораведом на ютубе будет чем заняться. Да, есть вариант, что я все это себе понапридумывал, и на самом деле сюжет в игре прямой как палка. Например, Сигналист и Сален Хилл показывают, что не всегда ответы лежат на поверхности. Ну а если я ошибся и никакого второго дна в игре нет, то, не знаю, устрою марафон первых трех частей и пройду их на стриме нон-стопом. Но пока Илон из-за Дарк получает высшую оценку как отличное приключение, изящная история и лучшее, что случалось в серии с момента ее создания. Ремейку Сален Хилл 2 теперь придется сильно постараться, чтобы не ударить в гре с лицом перед таким конкурентом. Ну а вы мойте руки перед ритуалами. Не призывайте понапрасну черную козу лесов с тысячу молодых. И увидимся на СтопГеймРу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова